Всем привет! Сейчас мы с вами разберем очередную китайскую хрень, которую у меня в коллекции есть. Сейчас я внимательно... А, вот эти вот штучки надо было заранее открутить. Опять забыл. Приходится опять ручную откручивать. Сегодня, боюсь, обзор затянется немножко. У нас в обзоре Land Rover Discovery. Все вы его уже видели неоднократно. Но я вам расскажу немножко другие вещи об этом телефоне. Не очень хорошие, скажем так. Китайцы думали-думали, но чего-то не додумали с этим телефоном. Начнем с первого недостатка его, на мой взгляд. Он у нас хоть и противоударный, но... Вот, несмотря на эту железную металлическую вкладку, он у нас довольно прочный, но не водонепроницаемый. У нас вода протекает вот через эти вот отверстия довольно свободно. Все китайцы додумали. Вот здесь вот у нас резиновые прокладки в кнопках вставили. Я его разбирал, поэтому я точно знаю, что они их вставили. Вот здесь, где винтики у нас. Здесь были резиновые заглушки. Я их вытащил, потому что я его разбирал. Чуть позже я скажу, почему разбирал. Вот здесь есть у нас ткань и мелкую сеточку, чтобы вода не протекала. В общем, все у нас здесь для водонепроницаемости есть, кроме одной дохлой резиночки вот здесь, чтобы вода внутрь не проходила. Я его топил. На его функциях это никак не сказывается, но тем не менее вода внутрь попадает. Вот эти в сим-карты она попадает. Он перестает их определять. Но через некоторое время он высыхает и начинает работать. Это у нас первый недостаток. Это вот дешевого телефона стоимостью меньше 3000 примерно. Он не стоил когда-то. Точнее сказать, где-то в феврале прошлого года. Ну, в марте, скажем так. Так, переходим к следующему недостатку. Вот эта вот заглушка для зарядки. Вот эта резиночка у меня выскакивала уже где-то раза 3-4. Нет, 3 она выскакивала. Приходилось его разбирать, раскручивать и вставлять ее обратно. Если неаккуратно ее вот так вот вниз тянуть, то она легко отсюда вот так вот выскакивает. Небольшая придирка, скажем так. Недостаток. Недостаток, который больше всего раздражает, больше всего может напрягать, скажем так, пользователей. Пользуемся телефоном. Что мы делаем? Сейчас сначала я скажу, что вот эта вот блестящая штучка металлическая рядом с камерой. Это у нас, наверное, я так думаю, датчик приближения или что-то типа того. То, что вводит у нас к гашению, приводит к гашению экрана. Если мы набираем любую USSD-команду, например, баланс проверяем, на мегафоне проверим, у нас телефон переходит в режим вечного гашения. Вот он потух. Вот я его нажимаю, включаю, ждем 5 секунд. И что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять. Он потух. Все. Глюк прошивки это, глюк телефона. Я не знаю, в чем проблема. Долго я бился с этой проблемой, ничего я не смог сделать. Единственное, чем эта проблема лечится, набором любого голосового вызова. Я не знаю, вот, например, службу техподдержки. Позвоним сейчас. 0500. Эта проблема у нас исчезает. Сейчас я сброшу. Опа. Не сбрасывается, да? Вот, вызов прекращен. Проблема эта исчезла. Не знаю, это моего аппарата лично проблема. Или же это у всех, Discovery, такая проблема. Аппарат у нас вообще подделка под AGM ROG V5, насколько по внешнему виду можно понять. Вот здесь вот у него, у настоящего аппаратные кнопки есть, а так внешне он похож на него. Этот, скажем, аппарат. Процессор дохлый, все здесь. Это просто звонилка. Батарейка у нас довольно-таки слабенькая. 1800 ампер часов. Вчера вечером я его зарядил. Сегодня чуть-чуть поиспользовал. Поигрался в игрушку. Он уже у нас что требует зарядки. Вот так вот. Экран, не сказать, что плохой. Он очень сочный. Камера это передает. Не передаю, не знаю. Мой предыдущий телефон, Hammer. Например, у него экран потусклее. Разрешение здесь низкое. Но это не недостаток, а скорее преимущество. Потому что он меньше напрягает процессор. В итоге у нас лаунчер. Все приложения работают намного быстрее и шустрее. Если бы было выше разрешение, он бы у нас довольно-таки глючно работал бы. Вяло и медленно. Вот такие у нас недостатки в этом телефоне имеются. Что я могу в общем сказать? Если вдруг вы хотите, не знаю, подростку какому-то подарить телефон, который часто его роняет, у кого руки дырявые, чтобы не было такого. Телефон упал, крышка в одну сторону, батарейка в другую сторону. Телефон вполне подходит. Но, учитывая его слабую батарейку, скажем так, это самый, наверное, критичный недостаток этого телефона. Все остальное можно простить. Вот такое мнение у меня за полгода об этом телефоне сложилось. А дальше сами решайте, что иметь такой телефон или не иметь. Продолжение следует...